«Я Бог таинственного мира» Искупительная жертва Анастасии Чеботаревской, вероятно, была принята кровавым демоном большевиков. Жизнь Фёдора Сологуба в роковом стечении дней продолжалась, несмотря ни на что. Вдовец даже не счёл нужным покидать советскую Россию. В год гибели жены в Берлине выходит в свет последний роман Фёдора Сологуба «Заклинательница змей». В Эстонии издаётся книга стихов «Небо голубое» и сборник рассказов «Сочтённые дни». С конца 1921 года на родине появляются его поэтические сборники «Фимиамы», «Одна любовь», «Костёр дорожный», «Соборный благовест», «Чародейная чаша». Отдельное иллюстрированное издание новеллы «Царица поцелуев». Переводы Анары де Бальзака, Генриха фон Клейста, Поля Верлена и Артюра Рэмбо. Невермор. Зачем ты вновь меня томишь, воспоминанье? Осенний день хранил печальное молчанье, и ворон нёсся вдаль, и бледное сиянье ложилось на леса в их жёлтом одеяние. Мы с нею шли вдвоём, пленили нас мечты, и были волоса у милой развиты, и звонким голосом небесной чистоты она спросила вдруг «Когда был счастлив ты?» На голос сладостный, и взор её тревожный я молча отвечал улыбкой осторожной и руку белую смиренно целовал. «О, первые цветы, как вы благоухали! О, голос ангельский, как нежно ты звучал, когда уста её признанье лепетали!» Поля Верлен. В 1910 году Николай Гумилёв отмечал, что много написал Сологуб, но, пожалуй, ещё больше написано о нём. Конец цитаты. Странным свойством обладают его стихи, ни одно из них не забывается совершенно, хотя по прочтении тут же теряется в сутолоке дня. Всё потому, что поэт избегает случайного и приносит жемчуг своих переживаний из глубин, где все души сливаются в одну. Сила Сологуба, как поэта, в том, что он был и остался единственным последовательным декадентом. Всё ранящее, больное сознание удалено из его стихов. Его образы минутны и исчезают, оставляя после себя чуть слышную мелодию, может быть, только аромат. Для этого он изображает вещи не такими, какими их видит, и больше всего любит то, чего на свете нет. Его муза – ангел снов невиденных, на путях неиденных, который, как рыцарский щит с гербом, держит в руках книгу непрочтённую, стайной запрещённую. И, конечно, больше всего он говорит о смерти. Этот, очевидно, ни разу не умиравший, хотя любящий утверждать противное, великий поэт-мистификатор. Николай Гумилёв. Письма о русской поэзии. ТОСКА Меня не веселит ничто в тебе, природа, ни хлебные поля, ни отзвук золотой пастушевских рогов, ни утренней тропой заря, ни красота печального захода. Смешно искусство мне и человек, и ода, и песенка, и храм, и башни вековой стремление гордое в небесный свод пустой. Что мне добро и зло, и рабство, и свобода? Не верю в Бога я, не обольщаюсь вновь наукою, а древняя ирония, любовь, давно бегу её в презренье молчаливом. Устал я жить, и смерть меня страшит, как чёлн, забытый, зыблемый, приливом и отливом, моя душа скользит по воле бурных волн. Поль Берлен Как-то Сологуб сказал Гумилёву. Вот часто удивляются, как я мог создать Перидонова. Какая жуткая, извращённая фантазия. А я его, видите ли, большей частью себя списывал. Да-да, очень многое, и даже не до тыкомку. То есть она, наверное, появилась бы, материализовалась, если бы не было стихов, как отдушины. Впрочем, из поэзии надо осторожно, тоже многих гибели приводит. А мне вот помогает. Вы меня поймёте, Николай Степанович, вам самому поэзия мать, а не мачеха, оберегает вас, помогает вам. А вот Блока ведёт к гибели, и не его одного. Надо быть очень сильным, чтобы суметь справиться с поэзией, не дать ей проглотить себя. В мерный круг твой бег направлю, укороченный уздой. Не всегда кажется, что это Пушкина поэзии. Он-то умел с ней справиться. А Лермонтов нет, не мог, оттого и погиб. Гумилёв, хотя он совсем не был согласен, слушал, не перебивая, не споря. Перебьёшь – насупится и замолчит. Надо ждать, пока Сологуб сам задаст вопрос. А Сологуб продолжает отчеканивать. Вот ещё меня упрекают в жестокости, будто мелкий бес – жестокая книга. Но ведь без капельки жестокости не бывает великих произведений. Это, как вы знаете, Николай Степанович ещё Лопа-Девега сказал. И как это правильно – капелька жестокости необходима. Без неё, как без соли, пресно. Ирина Адоевцева «На берегах Невы» Я в чёрные дни не жду пробужденья. Надежда, усни, уснитесь, стремленья. Спускается мгла на взоры на совесть, Ни блага, ни зла. О, грустная повесть! Под чьей-то рукой я – зыбки качанье, В пещере пустой. Молчанье, молчанье. Оль Верлен Справиться с поэзией, суметь совладать чародейной чашей чародейных слов, не разбив её, но и не сойдя с ума при вкушении смесей, необходимость не менее настоятельная, чем обуздание недотыкомки, хотя и более утончённая, более изысканная, требующая личностных навыков и умений, тончайшей настройки языковых средств. Сологуб не говорит «нет» недотыкомки, соглашается Александр Блонг. Он связан с нею тайным обетом верности. Сологуб не променяет мрака своего бытия ни на какое иное бытие. Смешон тот, кто примет песни Сологуба за жалобы. Никому не станет жаловаться чаровник Сологуб, иронический русский Верлен. Александр Блок. Ирония. Свободу чувства нельзя называть развратом, а разврат рождается только скованным чувством. Он стал проповедовать пришествие в мир своего мифического инженера-антихриста к концу двадцатого века. Мы все попадём в его лапы. Андрей Белый. Начало века. Вот осень наступила и строго запретила привычки лета длить. Холодные недели загонят нас в постели ласкаться и любить. А летом что за скука? Одна и та же мука. Ах, душно мне заснём. Не жизнь, а сна вериги. Мы скучны точно книги. Вот осень. Отдохнём. Как угли в печке рдеют, уста у нас олеют, зима ведёт любовь. И запылаем сами, но пламенней, чем пламя, и пламенней, чем кровь. Поль Верлен. В творческом пути Фёдора Сологуба отразились все смены приёмов настроений и тем русской поэзии. Тут и несколько слащавая просветлённость восьмидесятых годов, и застенчивый эстетизм девяностых, потом оправдание зла, политика, богоискательство, проблемы пола и, наконец, мягкая ирония мудреца мира сего. Как большой поэт, Сологуб очень чуток к настроениям толпы и, нисколько не подлаживаясь к ней, живёт тем же темпом жизни, чем и объясняется его вполне заслуженная популярность. Николай Гумилёв. Письма о русской поэзии. Возможно, Гумилёв прав, называя Фёдора Сологуба «ворожащим колдуном». Поэзия и искусство, пожалуй, единственный способ расширить грани бытия, не погубив свою душу. Поэту введома сила слова, тайный код предначертания, но, в отличие от колдуна, он никогда не пользуется им в своих корыстных целях, иначе онемеет. Магические круги, заговоры и чурания, если и необходимы ему, то исключительно для того, чтобы оберечь тело, а душа в своём служении и труде, слово крепко, слово свято, припоручено ангелам. Вдался Слову ты в полон. Черта в черту, это в ту, сомкнись мой круг. Вражья сила обступила мой круг, смотрит, нет ли перерыва, нет ли перелома, заберётся живо, будет в круге дома. Мой круг, не разрывайся, под навею пятою, вражья сила, оставайся за чертою. Едва успели очертиться волшебную чертою, и уже началось прохождение мертвецов по навней тропе. Мёртвая толпа шла к городу, повинуясь чему-то злому заклятию. Выходцы из могил шли в ночной тишине, и следы по дороге за ними ложились, лёгкие, странные, едва различимые. Слышались тихие речи, мёртвые слова. В прохождении мёртвых нельзя было заметить никакого определённого порядка. Они шли как попало. Голоса сливались сначала в общий гул, и только потом, прислушавшись, можно было различить отдельные слова и фразы. Нет словам переговора, нет словам недоговора. Крепки лепки навсегда, приговоры заклинанья, крепче крепкого страданья, лепче страха и стыда. Ты измерь, и будет мирно, ты поверь, и будет верно, и окрепнешь, и пойдёшь в путь истомный, в путь бесследный, в путь от века заповедный. Всё, что ищешь, там найдёшь. Слово крепко, слово свято, только знай, что нет возврата с заповедного пути. Коль пошёл, не возвращайся с тем, что любо распрощайся, до конца тебе идти. Заклинаньем обречённый, вещий деви, обручённый, вдался слову ты в полон. Не жалей о том, что было, в прежней жизни сердцу мило, что истаяло, как сон. Ты просил себе сокровищ у безжалостных чудовищ, заклинающих слова, и в минуту роковую взяли плату дорогую, взяли всё, чем жизнь жива. Не жалей о ласках, милой, ты владеешь высшей силой, высшей властью обречён, что живым сердцам от рада, сердцу мёртвому не надо. Плачь, не плачь, ты обречён. 19 января 1922 Из шествия мертвецов по нам в Етропе, из таинственного мира Фёдора Сологуба, сны Хлудова и ночь на балу сатаны Бек и Мастер и Маргарита Михаила Афанасьевича Булгакова. Улитка на склоне, и трудно быть богом братьев Стругацких. Остров Пальма с его необыкновенной королевой Артрудой, лабиринтом дворца с потайным ходом в чертоге Араминты породил блистающие перекрёстки стран морей Александра Грина «Золотая цепь, бегущая по волнам», а из дыма вулкана на острове Драгонера и революционных настроений пролетария в Королевство Соединённых Островов багряный остров Михаила Булгакова – атмосфера фантастических романов Александра Беляева. В кровавой сцене дележа награбленного разбойной шайкой святотатцев из Кородажа мрачные картины уголовщины в «Докторе Живаго» Бориса Пастернака. Наконец, сами характеры и имена героев творимой легенды – Лансеоль, Маргарита, Пламенный Змей, Яростный Дракон, которым и никак иначе поэт называет Солнце, прообразы сказочных персонажей пьес Евгения Шварца. Вычурные прихоти героев его рассказов узнаются в хитросплетённых мотивах поведения одиозных фигур из произведений Владимира Набокова, отголоски экзальтированных наивных встреч звучат в тёмных аллеях Ивана Бунина. Друг мой тихий, друг мой дальний, посмотри, Я холодный да печальный цвет зари. Я напрасно ожидаю божества, В бледной жизни я не знаю торжества. Над землёю скоро встанет ясный день, И в немую бездну канет злая тень, И безмолвный и печальный поутру, Друг мой тайный, Друг мой дальний, Я умру. 14 сентября 1898. Последние годы жизни Фёдора Сологуба были ознаменованы работой в Ленинградском Союзе писателей, председателем которого он был с января 1926-го и празднованием сорокалетия его литературной деятельности в Зале Александринского театра 11 февраля 1924-го года. Писателя и поэта, сочинения которого после 1922-го ложились в стол, поздравили Евгений Замятин, Михаил Кузмин, Андрей Белый, Осип Мандельштам, Анна Ахматова – все, чья личная жизнь и литературная судьба сложится не менее драматично, чем у последнего сатирика дореволюционной России. Александр Блок В статье, вышедшей к его юбилею, Осип Мандельштам рассказывал «Для людей моего поколения Сологуб был легендой уже двадцать лет назад. Мы спрашивали себя, кто этот человек, чей старческий голос звучит с такой бессмертной силы, сколько ему лет, где черпает он свою свободу, это бесстрашие, эту нежность и утешительную сладость, эту ясность духа и в самом отчаянии. Сначала по юношеской своей незрелости мы видели в Сологубе только утешителя, обормочущего сонные слова, только искусного колыбельщика, который учит с забытью, но чем дальше, тем больше мы понимали, что поэзия Сологуба есть наука действия, наука воли, наука мужества и любви. Прозрачными горными ручьями текли сологубовские стихи с альпийской, тютчевской вершины. Ручейки эти журчали так близко от нашего жилья, от нашего дома, но где-то тают в розоватом холоде альпийском вечные снега Тютчева. Стихи Сологуба предполагают существование и таяние вечного льда. Там, наверху, в тютчевских альпах их причина, их зарождение. Это снисхождение в долину, спуск жилью и жилью снеговых, эфирно-холодных залежей русской поэзии, может быть слишком неподвижных и эгоистических в ледяном своём равнодушии и доступных лишь для отважного читателя. Тают, тают тютчевские снега через полвека. Тютчев спускается к нашим домам. Это второй акт, необходимый как выдыхание после вдыхания, как гласное в слоге после согласной. Это не перекличка, даже не продолжение, а круга оборот вещества. Великий оборот естества в русской поэзии с её альпами и равнинами. Осип Мантельштам к юбилею Фёдора Кузьмича Сологуба Грести устали мы, причалили и вышли на песок. Тебя, предчувствия, печалили, я был к тебе жесток. Не верил я в тоску прощанья телесных полных сил. Твою печаль, твоё молчание едва переносил. Безумный полдень, страстно дышащий, пьянящий тишину, и ветер, ветви чуть колышущий и зыблющий волну. Завесой шаткой, обольстительной весь мир обволокли, и грех мне сладок был пленительной, прохладою земли. Символизм и акмиизм в лице Андрея Белого и Осипа Мантельштама, непримиримых противников в теории и практике стихосложения и антиподов в миропонимании, почтительно воздавали должное русскому модернисту – «Алибастровой голове лысой умницы» Андрей Белый. Лишь последние встречи показали мне его совсем неожиданно. Я имел каждый день удовольствие слушать его. Летом 26-го года он так красиво говорил, вспоминая свои впечатления от певицы Патти, что, Патти, не слыша, я как бы заочно услышал её. Говорил о фарфоре, о строчке, о смысле писательской деятельности, о законах материи, об электроне. Его интересы расширились, он перед смертью силился вобрать всё в себя и на всё отзываться. Иванов Разумник и я молча внимали тем песням, он казался в эти минуты не седым соловьём. До 26-го года я как бы вовсе не знал Сологуба. Он стал конкретней. Сорок три года казался разваленной, остав шестидесятипятилетним, помолодел. Порою мелькало в нём в эти дни что-то от мальчика – Феди, Тетерникова. Эдако из словесной прыти и непритязательной простоты я в нём и не подозревал. Каждый день к пятичасовому чаю за столом у Иванова Разумника вырастал старый астматик, несущий как крест своё тело больное. Он журил нас и хмурился, потом теплел и добрел. На исходе четвёртого часа словесных излияний уходил юношески взбодренный собственным словом. Андрей Белый. Начало века. Есть голос эпох, которые нуждаются в переводчике. Есть косноязычные времена, лишённые голоса. Из косноязычия рождается самый прозрачный голос. От прозрачного отчаяния – один шаг до радости. К будущему обращена вся поэзия Сологуба – он родился в безвремени и медленно насыщался временем, учился дышать и учил любить. Внуки и правнуки поймут Сологуба и поймут по-своему, и для них пламенный круг будет книгой, сжигающей уныние, превращающей нашу костную природу в лёгкий и чистый пепел. Фёдор Кузьмич Сологуб, как немногие, любит всё подлинно новое в русской поэзии. Не к перепевам и к застывшим формам он нас зовёт. И лучший урок из его поэзии «Если можешь, если умеешь, делай новое, если нет, то прощайся с прошлым, но так прощайся, чтобы сжечь это прошлое своим прощанием» – Осип Мандельштам к юбилею Фёдора Кузьмича Сологуба. Не трогай в темноте того, что незнакомо. Быть может, это те, кому привольно дома. Кто с ними был хоть раз, тот их не станет трогать. Сверкнёт зелёный глаз, царапнет быстрый ноготь, прикинется котом испуганная нежить. А что она потом затеет – мучить, нежить? Куда ты не пойдёшь, возникнут пусторосли. И знаешься, заснёшь, но что же будет после? Прозрачную щекой прильнёт к тебе сожитель, Он серую тоской твою затмит обитель. И будет жуткий страх, Так близко, так знакомо, стоять во всех углах Тоскующего дома. Новые стихи поэта, как прежде, в 1910-е годы, когда вместе со своим протеже Игорем Северяниным он путешествовал по России с лекциями о новой поэзии и поэтическими перформансами, теперь можно было услышать только из из уст автора с эстрадных сцен Ленинграда и Детского села. Впрочем, успех Игоря Северянина в предреволюционные годы во многом превосходил всё, что могло только перепасть от публики русскому Верлену. – Да-да, небывалый, грамокипящий успех, – вспоминал Игорь Северянин. – Уличное движение останавливали, когда я выступал в зале под думской каланчой. А в Керчи, в Симферополе, на Волге лошадей распрягали, и поклонники на себе везли меня, триумфатора. Страшно вспомнить, какое великолепие. Купчихи бросали к моим ногам на эстраду бриллиантовые браслеты, серьги, брошки. Он весь преображается, голос его звенит. – Да чего чудесно было! Сказка из тысячи и одной ночи, даже ещё чудесней. Сологуб возил меня по всей России, и всюду – вечный праздник, беззакатное торжество. На меня, как из рога изобилия, сыпались цветы, слава, влюблённые женщины и деньги. Сколько денег! Просто золотой дождь! Ирина Адоевцева, «На берегах сены» Алкогольная зыбкая вьюга Зашатает порой в тишине. Поздно ночью прохожий пьянчуга Подошёл на Беденской ко мне. «Видишь, до Гайчинской надо добраться», – он сказал мне с дрожением век. «Так не можете ли вы постараться мне помочь, молодой человек?» Подивившись негаданной кличке, показал я ему, как пройти, а потом, по давнишней привычке, попытался разгадку найти. Впрочем, нечему здесь удивляться. По ночам я люблю босиком час-другой кое-где прошататься, чтобы крепче спалося потом. Плеж, прикрыто поношенной кепкой, гладко выбрит, иду я босой, и решил разумением некрепкий, что я, значит, парнишка простой. Я ночною прогулкой доволен. Видно, всё ещё я не ломлюсь. Хорошо, что я в детстве не холен, что хоть пьяному юным кажусь. 11 октября 1923-го Нехитрая теорема Фёдора Сологуба. «Где люди, там скандал» дополнялась обратной. «Где скандал, там и люди». Истинность противоположной теоремы не нуждалась в доказательстве. «Где нет людей, нет скандала». И теоремы обратные, противоположные, по его мнению, тоже. «Где нет скандала, нет и людей». Быто писатели приписывают поэту авторство и другой теоремы. «Где люди, там водка». Весной 1926 года Фёдор Сологуб написал около дюжины антисоветских басен, которые читались в узком кругу. Большевиков он не называл иначе как «туполубые» и спорил, сколько лет продлится их ига – триста, как татарское, или всего лишь двести. В личной переписке соблюдал дореформенные правила правописания с Ижицей и Ядь и юлианское летоисчисление. «Люди будут счастливы, когда все дети будут ходить босыми», – говорил поэт. «Так весело ходить босиком», – восклицает героиня наивных встреч. «И немножко стыдно. И это тоже весело и забавно. Такая мягкая земля под голыми ногами, такая нежная под ногами пыль». И тихо повторяла она «Люблю мою тёмную землю. Люблю, люблю». Радостное волнение охватило её. Грудь её дышала трепетно и неровно. Лёгкая дрожь пробегала по её телу. С мечтательным восторгом смотрели во мглу её чёрные глаза. И нежно алые уста повторяли сладкое слово «Люблю, люблю». Свирельно-звенящим звуком трепетало это вечно радостное слово, и каждый раз оно звучало всё новым волнением и всё иным, всё более сладостным восторгом. И уже она, словно задыхалась от восторга и сладостной печали, и свирельными стонами и вздохами перемежалось вечно ликующее слово «Люблю, ах, люблю». Фёдор Сологуб. Наивные встречи. Я – бог таинственного мира. Весь мир в одних моих мечтах. Не сотворю себе кумира ни на земле, ни в небесах. Моей божественной природы я не открою никому. Тружусь как раб, а для свободы зову я ночь, покой и тьму. Читаю статью Билинского, искреннейшего из русских критиков, о поэзии гениального Боротынского. «Какая тупость, какое чистосердечное нежелание понять!» – восклицал Фёдор Кузьмич в статье «Демоны поэтов» в «Последрозовом» 1907. Ночь, покой и тьма. Раздражали. Страшно надоедали ушам искреннейшего реалиста Максима Горького. Декадентское модернистское. Творчество было для него психозом, чем-то болезненным и нервозным. Приходилось буревестнику пролетарской революции жить в берушах. Раздражительная нота тоски, вечной, неудовлетворённой тоски и какого-то желания тоже неудовлетворённого неустанно звучит в этих стихах, звучит и страшно надоедает ушам общества. Но нечто болезненное и нервозное психоз-декадентского творчества постепенно, незаметно, капля по капле, въедается в кровь общества, и оно колеблется, в нём зарождается та болезнь, которую взлелели и культивировали в себе его дети – берлены и метерлинки, культивировали и ныне привили ему её тонкий разрушительный яд. Максим Горький, Поль-Берлен и декаденты. Какое чистосердечное нежелание понять. Видимо, средством излечения от разрушительного яда сологубовщины и модернизма благодетельный Алексей Пешков считал строительство Беломор-канала, а заодно и всю сеть главного управления лагерей, за что ему, лекарю и освободителю нашему, низкий поклон нынешних поколений в самые портянки. Сколь точен был Александр Измайлов, когда говорил «Если бы существовали бесы и были прикомандированы в определённом числе к разным местам и разным людям, то того, который определён к нашей провинции, удивительно постиг сологуб». Александр Измайлов, измельчавший русский мефистофель и передоновщина. Сатана вошёл во фраки в лакированных туфлях, золотым сиянием в лаке от широких пряжек блях. Руку полную целуя у хозяйки в шелест лент, кинул он, её волнуя, очень тонкий комплимент. Он смягчал свои сарказмы, укращал он блеск очей, Чтоб не сделались аспазмы у мамаш и дочерей. Чтобы соль игры мятежной не совсем была остра, Чтоб в груди у дамы нежной не открылась дыра. Чтоб не пахло адской серой, ни один не встал бы рок, Чтоб сегодня светской сферой ограничиться он мог. Ведь недавно адский пламень из очей его сверкал, И насквозь массивный камень он слезою прожигал. Нет, огня теперь не надо, Не уронит и слезы. Светский выходец из ада Для болтливой ягозы. Вот сидит пред ним Тамара, Как глупа и как смешна, Мне совсем она не пара, размышляет сатана. 25 января 1926 Уже к началу двадцатого века европейская цивилизация приучила людей думать, что ценно только забавное и смешное, а всё серьёзное скучно и не нужно. Цивилизация эпохи рыночной экономики поощряет бездумность, тратится на развлечения низкого пошиба, покрывает славой кого угодно, лишь бы только отвратить от осмысленной жизни и личностного освобождения. Процветают мошенники – псевдописатели, псевдохудожники, псевдопевцы-артисты, псевдоминистры, псевдобизнесмены, псевдоразведчики, псевдоврачи. А кто славен – досадливо задаётся вопросом главный герой творимой легенды. Певица кабацких песен, сладкий тенор, претенциозный романист, человек, сделавший крупный скандал, человек, создавший вокруг себя удачливую рекламу. Чего она стоит, эта слава, вырванная у тупой злой толпы? С каким злорадством ловят люди вести о каждом неловком шаге того, кто вознесён ими, и как они грызут и травят вознесённого, когда пошатнётся его утлый пьедестал? Нет, мне славы не надо. Среди людей, думающих, мнение Фёдора Сологуба было наиболее ценным, а позиция непререкаемой. Всякая окололитературная недошивенка-недотыкомка чуть что сразу апеллировала к поэту. Из письма Соколова-Кречетова 28 августа 1910 года. – Весьма негодовал, прочтя в последнем номере Аполлона Гумилёвскую на тебя хулу. Знаешь, Фёдор Кузьмич, подобало бы привести мальчишек к должному решпекту. – Конечно, в твоих глазах, как и в глазах зрителей, Гумилёв моськая, притом не особо породистая. Но ведь бывает и мосьек бьют, когда они лезут под ноги. В Москве все очень поражены выходкой Гумилёва, ещё более тем, что она не в случайном месте, а в Аполлоне, руководители Коева, не могли его просмотреть. Великим поэтом-мистификатором называет в своей статье Фёдора Сологуба Николай Гумилёв. Кречетов Соколов, который был старше Николая Степановича на семь лет, а в литературном отношении вечный подросток, хает Николая Гумилёва почём зря, будучи уверен, что его негодование сослужит свою чёрную службу недотыканному мальчишками с Сологубом. В чём же состояла выходка Гумилёва? Понимая и ценя Сологуба, поэт поставил вопрос, ответ на который объяснил бы многое в творчестве Бога таинственного мира – и годы шумной славы, и десятилетия забвения, и заслуженное бессмертие в русской литературе. У меня при чтении критик на Сологуба всегда возникают странные вопросы, неуместные простотой своей постановки. Как же так? Приемник Гоголя, а не создал никакой особой школы? Утончённый стилист, а большинство его стихотворений почти ничем не отличается одно от другого. Могучий фантаст, а только не дотыканку, собаку, да звезду Маир мы и помним из его видений. Письма о русской поэзии. Зелень тусклая, олив, успокоенность, желание, Безнадежно молчалив, скорбный сон твой, гефсимания, В утомлении и в бреду, в час, как ночь безумно стынула, Как молился он в саду, чтобы эта чаша минула. Было тёмно, как в гробу. Мать Великая ответила на смиренную мольбу, Только резким криком петела. Ну так что ж, как хочет Бог, в жизни нашей так и сбудется, А мечтательный чертог только изредка почудится. Всякий буйственный порыв гасит холодом вселенная, Я иду в тени олив, и душа моя смиренная. Нет в душе надежд и сил. Умирают все желания. Я спокоен, я вкусил прелесть скорбной кефсимании. 26 октября 1911 Зелень тусклая олив, образ хлёсткий и маженистский. Я иду в тени олив, и душа моя смиренная. Это восхождение, повторит Борис Пастернак, познав холод вселенной, вкусив прелесть скорбной страны в Гефсиманском саду. Интерес к новым, поэтическим формам, футуризму и эгофутуризму сблизил Сологуба с Игорем Северяниным, с авторского вечера которого в салоне Сологуба начался его стремительный взлёт и двусмысленная слава. Как же так? Радостны муки и желанны страдания за свободу. Неважно, что утончённый стилист не создал свои школы, а большинство его стихотворений почти ничем не отличается одно от другого. Он был и остался единственным последовательным декадентом, великим поэтом-мистификатором. Сладким пламенем восторга свобода льётся по жилам, вкусивший из её кубка приобщается к такому мощному потоку жизни и восторга, вливает свой голос в такой могучий гимн, при которых нет места мелким, кошлым бесам многовековой ночи. И это чудо личностного освобождения и есть ответ на вопрос о значении и актуальности творчества Фёдора Сологуба. Больше ничего и не скажешь, поскольку больше, чем свобода, человеку для творческого преображения своего, собственно, ничего и не надо. Обнажённый царь страны блаженной, кроткий отрок, грозный властелин, красотой сияя нерастленной, над дремотной скукою равнин, над податливостью влажных глин, над томленьем тусклым жизни пленной, он вознёсся в славе неизменной, несравненной, дивной, он один. Блещут яхонты, рубины, лалы, в диадеме на его кудрях, два огня горят в его очах, и уста его, как вишни, алы, – у него в руках тяжёлый меч, и в устах пленительная речь. 24 июля 1920-го. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...